Уважаемые коллеги, здравствуйте! Мы начинаем серию видеоконсультаций по платформе Autodesk Forge, ну или видеоуроков, если их можно так назвать. В ходе последующих видеозаписей вы узнаете подробнее о том, что такое платформа Autodesk Forge, о ее назначении, областях применения и преимуществах. Также мы рассмотрим множество примеров, где она используется. В завершающих видео мы остановимся на бизнес-модели платформы Forge, монетизации и разберем информационные и учебные материалы. Поскольку у нас запланированы целые серии видеоуроков, я не буду пытаться уместить весь материал в одном видео, а разобью его на несколько коротких роликов, чтобы слушатели могли сфокусироваться на деталях. Обратите внимание, под этим роликом в описании вы найдете ссылки на остальные видеоуроки и сможете посмотреть их по необходимости. Итак, позвольте представиться. Меня зовут Ярослав Решетников. Я работаю в подразделении компании Autodesk, деятельность которого направлена на всемерную поддержку всех тех, кто использует наши технологии API для создания своих собственных инженерных веб-сервисов и приложений. То есть в основном моя аудитория – это программисты и те специалисты, которые ставят им задачи. Начнем мы с предыстории. С момента основания компания Autodesk прошла через несколько революционных изменений в отрасли. Первый из изменений произошел в эпоху бумажной документации, когда мы предоставили проектировщикам электронный инструмент создания чертежей AutoCAD вместо ручного черчения. Это значительно повысило их производительность, ведь теперь при очередном внесении правок им не нужно было колдовать над исправлениями в чертеже или перечерчивать его. Второе из изменений связано с эпохой оптимизации. Уже сейчас вы можете создать информационную модель и на ее базе сделать качественный рендер, провести инженерный анализ на надежность, прочность, термостойкость и т.д. А затем на базе полученных результатов оптимизировать ваш машиностроительный или строительный объект для получения успешного прототипа. И сейчас мы находимся именно в этой эпохе. Тут я бы хотел сделать дополнение. Время от времени я получаю от наших пользователей вот такой комментарий. Они сообщают, что у них на борту имеются информационные модели, но они тратят на их создание и дополнение информации немалую сумму денежных средств. Получается, что информационная модель – это актив компании, и при этом весьма недешевый. Вопрос, который я часто слышу от них. Есть ли у вас технологии, которые позволят в полной мере использовать имеющуюся информационную модель? Ведь информация из этой модели нужна и другим участникам процесса – настройке, производстве, субподрядчикам, в эксплуатации и т.д. Зная это, Autodesk разрабатывает решения, которые приведут нас к третьей эпохе – эпохе связи. Когда онлайн-инструменты свяжут проектировщиков, архитекторов, конструкторов, инженеров, строителей, рабочих, обеспечивая связь данных, согласованную работу над проектом, единое понимание, видение концепции, представление результатов. И платформа Forge станет ключевым инструментом для создания такого рода решений. Что же такое платформа Autodesk Forge? Платформа Forge – это набор облачных компонентов и API, на базе которых программисты могут создавать свои собственные инженерные веб-сервисы и приложения. То есть это инструментарий для программиста. Это не готовый программный продукт, который сможет использовать конечный пользователь. Это инструменты, которые возьмет программист и напишет свое собственное решение. И уже это решение будут применять пользователи. На базе платформы Forge компания Autodesk создает такие решения, как A360, Fusion 360 Team и BIM 360. Мы уже довольно-таки давно разрабатываем на этой платформе и понимаем, какие преимущества это несет для всего рынка. Поэтому несколько лет назад было принято решение о том, чтобы открыть эту платформу и поделиться с нею разработчиками по всему миру. Чтобы визуально представить платформу Forge, давайте представим конструктор LEGO. Он имеет большое количество кубиков разных по цвету и форме. Представьте, что каждый кубик – это отдельный компонент платформы Forge. Тогда аналогия становится наглядной и понятной. Вы можете брать одни кубики и создавать один веб-сервис. Вы можете брать другие кубики и применять их в другом веб-сервисе. Некоторые из кубиков вы можете дописывать, допиливать, расширяя функционал. Вы можете соединять их с API других вендоров – Google, Яндекс, Майкрософт, Амазон и т.д. Вы можете интегрировать и с внешними базами данных, с различными ERP-системами, CRM-системами. То есть, еще раз, это инструментарий для программиста, который можно использовать для написания своего собственного решения. Воспользуйтесь компонентами платформы Forge, чтобы расширить функционал уже имеющегося у вас программного обеспечения, или создать совершенно новое решение с нуля. Мы предоставляем блоки – вы строите решение. Давайте определимся, кому может быть полезна платформа Forge. Ну, во-первых, и это самое очевидное, независимым разработчикам, которые используют технологии Autodesk для создания собственного решения, а затем продают его на рынке. Во-вторых, это, конечно же, клиентам Autodesk, компаниям, которая дорабатывает приобретенные программные продукты и веб-сервисы под собственные нужды, стандарты и требования. В-третьих, это системным интеграторам и реселлерам, которые готовы дорабатывать необходимые компании-клиенту функционал под заказ. Ну и, конечно же, университетам, которые учат своих студентов на базе технологий Autodesk. В какой же области платформа Forge имеет наибольший потенциал? Давайте разберем этот вопрос. На слайде в очень упрощенной форме изображен жизненный цикл объекта, будь это строительный или машиностроительный объект. Основные этапы вы все прекрасно помните. Проектирование, строительство или производство и эксплуатация. Большинство программных продуктов Autodesk, которые вы знаете, это и AutoCAD, и Revit, и Navisworks, Civil3D, Infraworks, а также Inventor, Elias, Modeflow, Nastran и так далее, и так далее. Прекрасно помогает справляться с задачами, которые возникают на этапе проектирования. Но ведь на этом жизненный цикл объекта не заканчивается. Можно даже сказать, что после этапа проектирования все только начинается. Вы наверняка уже знаете о таких веб-сервисах Autodesk, как BIM 360 и Fusion 360, которые помогают организовывать качественную совместную работу при проектировании, а также соединяет этап проектирования с производством и строительством, передавая инженерные данные, созданные проектным отделом, другим участникам процесса. Причем передача данных осуществляется своевременно и без потерь. А что же насчет Forge? При помощи одного из очень важных компонентов, Forge Design Automation, платформа может закрывать целый ряд задач на этапе проектирования. Но гораздо большие применения она будет иметь на остальных этапах жизненного цикла объектов. Производство, строительство, эксплуатация и так далее, и так далее. И это совершенно новые возможности для наших клиентов, партнеров-разработчиков и системных интеграторов. Помните, я уже говорил, что облачная часть Fusion 360, Fusion 360 Team и BIM 360 создана на базе платформы Forge. Их можно считать частным случаем решений, которые могут быть созданы на этой платформе. А теперь давайте перейдем к примерам. Самый простой пример применения платформы Forge – это визуализация информационной модели в вебе. Тут я бы хотел обратить ваше внимание на слайд моей презентации. В самом низу вы видите ссылку на тот пример, который я собираюсь сейчас показать. В дальнейшем у всех примеров, которые я буду демонстрировать, будет аналогичная ссылка, чтобы вы сами могли их опробовать. Кроме того, здесь же внизу будут расположены ссылки на GitHub с открытым кодом примеров и ссылка на YouTube ролик. Эта презентация будет доступна для загрузки в описании ролика, который вы сейчас смотрите. А теперь я выйду из своей презентации и перейду в браузер. Обратите внимание, я перехожу в Google Chrome. У меня открыта моя веб-страница с 3D-моделью. Мне не нужно устанавливать никаких дополнительных плагинов, приложений, программ. Я открыл веб-страницу по ссылке и сразу могу работать с 3D-геометрией. Посмотреть ее с разных сторон. Данную модель отображает компонент платформы FORGE, который называется FORGE VIEWER. У него есть штатный функционал. Например, мы можем делать сечение по модели. Мы можем делать измерения от точки до точки. Измерять углы. Кроме того, есть такой функционал, который называется «Разбить модель». Когда я тяну за слайдер, модель распадается на сборки, подсборки и на все составляющие единицы. Обратите внимание, данная модель состоит из чудовищного количества различных элементов. Это фронтальный погрузчик. Сделан он был в Екатеринбурге. Весит порядка 3,7 гигабайт. Сделан он был в программе Inventor. Человек, который будет работать с этой моделью на производстве, будет рад 3D-геометрии. Но ему также будет нужна структура и свойства этой модели. Поэтому мы можем нажать на кнопочку «Браузер модели» и увидеть структуру данной модели. Соответственно, сборки, составляющие подсборки и так далее. Кроме того, если нажать на кнопку «Свойства», мы увидим те свойства, которые были заложены в эту модель при проектировании. Данный Forge Viewer был построен на базе технологии WebGL, библиотеки 3GS. Очень часто, когда я показываю данный функционал на конференциях, меня спрашивают, а что же нового здесь сделал Autodesk? Ведь просмотр 3D-моделей в Web существовал уже очень давно. И это действительно так. Когда мы говорим о простейших моделях, то просматривать их можно было уже 10 лет назад. Autodesk создал именно Latch Model Viewer – просмотрщик больших и сложных моделей данных, которые мы можем посмотреть прямо онлайн в браузере. Сразу после того, как появилась возможность просматривать информационную модель в вебе, стали появляться первые примеры. Один из характерных первых примеров – это галерея проектов. Компании стали делать галереи проектов в своей продукции. Обратите внимание, я снова перехожу в браузер. У меня открыт сайт, который представляет собой галерею проектов. Наверху это не картинка, это информационная модель. Я могу крутить и смотреть ее с разных сторон. Кроме того, я могу выбрать другой проект, и он отобразится у меня наверху. Обратите внимание, в этом Forge Fury намеренно убран весь штатный функционал, все эти кнопочки, которые мы видели с вами в примере до этого, чтобы не закламлять пользовательский интерфейс. Еще одна возможность, которая полюбилась пользователям – это возможность интеграции Forge Viewer в любую HTML-страницу, например, на сайт компании, внутренний портал компании, форум или даже личный блог. Давайте посмотрим на блог одного из специалистов, который принимал участие в Autodesk University несколько лет назад. На этом Autodesk University он услышал об этой возможности, и она ему очень понравилась. Поэтому в своем блоге он рассказал об Autodesk University, о своих впечатлениях и о данной возможности. И чтобы не быть голословным, он добавил Forge Viewer прямо в свой пост. Давайте посмотрим. Это модель секции корабля. Мы также можем крутить и смотреть ее онлайн. Это не картинка. Кроме того, как я и показывал до этого, мы можем разбить эту модель на составляющие единицы. Модель состоит из огромного количества элементов. И все это доступно прямо онлайн. Мы часто сталкиваемся со следующей ситуацией, и это характерно для любой отрасли. Клиент имеет на своем борту парк компьютеров, дорогостоящие программные обеспечения, генерирующие информационные модели, а также отдел специалистов, которые эти модели создают. Причем модели обладают ценнейшей информацией для многих сотрудников соседних подразделений, ведь в них заложены 3D-геометрия, и структура, и свойства, и ведомости материалов, и данные для сметы, и спецификации, и много-много чего еще. Таким подразделениям, как маркетинг, продажи выпускаемой продукции, производству, бухгалтерии, контролю, всем им нужна эта информация. Так вот, платформа Forge позволяет донести эти данные своевременно и в полном объеме, наглядном и понятном виде, до соседних отделов, до тех, у кого раньше доступа к этим данным не было. Возьмем, например, отдел, который осмечивает выпускаемую продукцию. У сотрудника этого отдела, скорее всего, нет конструкторского образования. Он не умеет использовать Revit или Inventor. И, наконец, их ему никто в компании не оплатит и не установит. Но ему нужен своевременный, наглядный и полный доступ к данным из нашей информационной модели. Forge может обеспечить его имя. При необходимости, платформа может также конвертировать файлы для других систем, например, из формата Revit, в AFC или DWG. Компоненты Forge воспринимают на вход более 60 различных форматов данных. Это и Solidworks, и Catea, и PTC, и Siemens, и такие общие форматы данных, как OBJ, STL, IGS, IFC, и форматы Autodesk, как AutoCAD, Revit, Inventor, Navisworks, Infraworks, 3ds Max. Всего более 60 различных форматов данных. Воспользуйтесь Forge, чтобы легко и быстро предоставлять только ту информацию, которую хотите поделиться, в том формате, который вам необходим. Давайте посмотрим на еще один пример. У большинства крупных компаний есть различные внешние базы данных, и они очень ценят средства визуализации информации из этих баз. Давайте перейдем в наше веб-приложение. Обратите внимание, слева у нас представлен наш Forge Viewers с информационной моделью. Справа у нас добавилось несколько новых полей. Поле Database реализовано на базе технологий, которая называется MongoDB. Это простейшая база данных. Здесь есть несколько позиций. Материал, поставщик, стоимость и валюта. Если мы перемещаемся между строками в базе данных, у нас отображаются те элементы, которые относятся к этой строке. Обратите внимание, каждая строка представлена в своей валюте. Поэтому ниже идет раздел, который называется Cost Breakdown. Он приводит эти элементы к единой валюте, к долларам. А в дальнейшем отображает их на диаграмме, на пайчарте. Давайте выберем один из элементов нашей модели. Нажмем на кнопочку Свойства. Вначале у нас отображаются те свойства, которые пришли к нам при проектировании из Revit. Но если мы крутимся вниз, то мы видим секцию, которая называется Database. Эти данные, которые приходят к нам из нашей базы данных. Давайте изменим стоимость в базе данных. И вместо 25 поставим 2500. Обратите внимание, в режиме реального времени поменялась стоимость в нашей модели, пересчитался Cost Breakdown и изменился пайчарт. Все работает в режиме реального времени. А теперь давайте еще раз рассмотрим пример, который мы разбирали один слайд назад. Возьмем сметный отдел, который осмечивает выпускаемую продукцию. И у сотрудника этого отдела не установлен ни Revit, ни Inventor, ни Navisworks. С помощью такого веб-приложения он может иметь полный, своевременный доступ к инженерным данным в наглядном и понятном виде. В виде базы данных, в виде различных графиков, диаграмм, пайчартов. Это именно то, что я озвучивал вам на прошлом слайде. Обычно наши клиенты получают ценную информацию о том, как их продукция проектируется, производится, используется из нескольких источников. Проблема состоит в том, что эта информация разрознена и хранится в самых различных системах. Нет единого ресурса, через который сотрудник компании мог бы получить доступ не только к этим данным, но и к инструментам, которые делают эту информацию наглядной и понятной. Распределение всех участников проекта еще больше усложняет ситуацию, делая рабочие процессы неэффективными. Так вот, платформа Forge позволяет объединить разрозненные данные и оптимизировать рабочие процессы. Теперь в центре любого проекта будут именно данные, а не разрозненная масса программного обеспечения. Данные больше не будут теряться или заново создаваться без нужды по несколько раз, только лишь потому, что мы не можем отыскать их. Когда мы имеем дело с мобильной или веб-разработкой и применяем компоненты платформы Forge в своем решении, мы должны обеспечить корректную работу двух частей нашего веб-приложения. Первая часть – это клиентская часть, фронт-энд. Фактически, это веб-страница, где крутится наша информационная модель. Для этой части нам будет необходимо использовать такие веб-технологии, как HTML, CSS, JavaScript, а также WebGL и библиотеку 3.js. Кроме того, различные фреймворки и библиотеки, которые облегчат нашу жизнь. Благо, у JavaScript таких очень много. Тут я бы хотел чуть более подробно остановиться на ресурсах по WebGL и 3.js. Если мы перейдем в браузер и введем в поисковике WebGL, то мы увидим очень много информационных ресурсов по этой теме. Давайте нажмем на один из них. Фактически, это обучающий курс по WebGL. Кроме того, стоит отметить, что на базе WebGL была создана библиотека 3.js. Именно ее использовал Autodesk для создания своего Forge Viewer. Давайте перейдем на сайт 3.js. На этом сайте есть множество различных примеров, документация, пример кода и другие различные полезные материалы. Помните, что вы всегда можете использовать мощь WebGL и 3.js, чтобы дописывать в Forge Viewer и расширять его функционал, добавляя, например, свои кнопки и панели. Но об этом мы поговорим в дальнейших видео. Вторая часть нашего веб-приложения – это серверная часть, Backend. Она обрабатывает внутри себя все входящие запросы и операции от клиентской части приложения и внешних компонентов. Здесь используется технология REST API, которая оперирует такими видами запросов, как Get, Put, Post и Delete. Именно их нам стоит использовать для взаимодействия с API-ами платформы Forge. Обратите внимание, что при написании веб-приложения, которое будет использовать компоненты платформы Forge, в большинстве случаев нам придется использовать всю мощь JavaScript, чтобы добавить к нашему приложению диаграммы, графики, поля для ввода и вывода и все то, что понадобится нашему веб-приложению. То есть, скорее всего, наша разработка компонентами платформы Forge не ограничится. Особенно, если речь идет о серьезном решении, которое мы будем разбирать в дальнейших видео. Кроме того, всегда стоит помнить, что мы легко можем использовать технологии и API от других вендоров и интегрировать их в наш веб-сервис. Например, если нам необходимо добавить внешнюю базу данных, мы можем использовать технологии, например, от компании MongoDB или SAP или SharePoint от Microsoft и так далее. А теперь на этом слайде давайте я проиллюстрирую все то, что только что сказал. Надеюсь, что это прольет больше света на все сказанное и ответит на один из самых популярных вопросов, который звучит так. А какие технологии нужно знать программисту, который будет создавать веб-сервис, использующий компоненты платформы Forge? И ответ на этот вопрос очень прост. Все зависит только от того, какой именно веб-сервис вы решили создать и какие компоненты он в себя вмещает. Что ж, давайте разбираться. Сейчас на экране вы видите схему простейшего веб-сервиса, который использует Forge в своей работе. Это наш самый первый пример на сегодня с фронтальным погрузчиком. Помните? Здесь нам потребуются четыре технологии HTML5, CSS, JavaScript и, конечно же, Forge. Но затем мы разбирали с вами другой пример, который демонстрирует интеграцию с базой данных. Помните? Помимо этих трех базовых технологий веб-программирования и платформы Forge, сюда добавляются технологии MongoDB, которые отвечают за базу данных. Это означает, что программисту, который будет трудиться над этим решением, надо знать не только HTML5, CSS, JavaScript и Forge, но еще и MongoDB. Идем дальше. Еще один пример, который мы будем рассматривать в четвертом уроке. Тут, помимо трех базовых технологий веб-программирования, HTML5, CSS, JavaScript, а также платформы Forge, нам потребуется Power BI, которая позволит добавить различных диаграмм в это веб-приложение. А значит, программисту, создающему подобное решение, будет необходимо знать и Power BI. Следующий пример, это веб-приложение из девятого урока. Тут мы расширяем возможности Forge Viewer и добавляем ему новые кнопки, панели и меню. Для того, чтобы это сделать, веб-программисту будет необходимо знать не только три базовые технологии веб-программирования HTML5, CSS и JavaScript, а также платформу Forge, но и веб-жиэль и библиотеку с Red.js. Идем дальше. Этот пример из шестого урока. Данное веб-приложение имеет интеграцию с BIM 360. А также тут есть графики Power BI. А значит, разработчику такого решения надо знать HTML5, CSS, JavaScript, Forge, а также BIM 360 API и Power BI. Еще один пример. Он из пятого урока. Визуализации для цифрового двойника. Тут мы можем использовать целый зоопарк различных технологий. И в зависимости от используемых технологий варьируются навыки программистов, которые будут работать над этим сервисом. Например, тут нам нужна была база данных. Тут мы дорабатывали Forge Viewer, добавив несколько кнопок. Кроме того, нам надо было получать, хранить данные с датчиков, делать предиктивную аналитику. Ясное дело, что HTML5, CSS, JavaScript и Forge нам будет недостаточно. Здесь программисту также понадобится IoT-платформа. Например, Microsoft Azure. Нужна база данных. Например, MongoDB. Нужны знания WebGL и 3GS. Я думаю, что вы уже начинаете улавливать смысл, не так ли? При веб-разработке нам нужно связывать между собой при помощи программирования те веб-сервисы, которые мы планируем использовать в своем решении. И зачастую это не только в Forge, JavaScript, HTML5 и CSS. Мы можем добавить базу данных MongoDB или любой другой аналог. Мы можем добавить чатики через Telegram. Мы можем расширить функционал Forge Viewer через WebGL и 3GS. Мы можем сделать интеграцию с различными репозиториями данных. Яндекс.Диском, Google Drive, Box, Dropbox и другими аналогами. Мы можем добавлять в свое веб-приложение компоненты других платформ. Amazon Web Services, Яндекс.Облако, Microsoft Azure, Google Cloud и так далее. Мы можем сделать интеграцию с Beam360, Fusion Team, SharePoint. Можем добавить искусственный интеллект, например, IBM Watson и так далее и так далее. Все зависит только от вас и вашей идеи. При этом программистам будет необходимо знать все те технологии, которые вы решите использовать в своем решении. И платформа Forge в этом решении будет лишь одним из кирпичиков, который помогает все это реализовать. Да, очень важным кирпичиком, но только одним из. Платформа очень важна, так как она помогает нам осуществлять онлайн-визуализацию информационной модели, извлекать метаданные из модели, конвертировать инженерные файлы и много-много чего еще. Без этого не обойдется ни один инженерный веб-сервис. Но всегда помните, что скорее всего только платформой Forge ваша разработка не ограничится. Но и это еще не все. Ведь платформа Forge это набор веб-сервисов. Давайте глянем на них чуть поближе. Более подробно мы разберем их в следующем уроке. А сейчас просто посмотрим общую картину. На данный момент Forge вмещает в себя 9 веб-сервисов с API. Причем в зависимости от нашего веб-приложения мы будем использовать тот или иной набор веб-сервисов. Помните пример про интеграцию с базой данных? Там мы использовали вот эти веб-сервисы. В примере из 6 урока мы будем использовать вот эти веб-сервисы платформы Forge. В примере из 10 урока мы будем использовать вот эти веб-сервисы. В этом примере мы будем использовать вот этот набор веб-сервисов. Итак, какова же общая картина? Она выглядит вот таким образом Получается, что все зависит только от вас Чем более серьезное, сложное и интересное веб-приложение вы создаете Тем больше технологий нужно будет знать вашим программистам Что ж, на этом первый урок окончен Надеюсь, что он был полезен для вас И вы узнали чуточку больше о платформе Autodesk Forge На следующем уроке мы остановимся на деталях А именно, разберем из каких компонентов состоит платформа Forge И какой компонент за что отвечает Также мы посмотрим на базе каких технологий Autodesk создает Forge И отдельно разберем отличия Forge Viewer от сотен аналогов Оставайтесь с нами